Добрый день, дорогие друзья! Я искренне надеюсь, что он для всех добрый. За окнами весеннее ласковое солнышко. Слава Богу, наступила весна. И слава Богу, что мы с вами вместе. Киноконцертный зал «Панорама» подготовил интересную программу. Я думаю, что вы с нами ее разделите. 13 апреля в 19 часов на нашей сцене вновь супершоу эстрадной, классической поп- и рок-музыки. Тверским зрителям предоставится исключительная возможность услышать проникновенные мелодии мировой классики, народные песни, хиты российской, советской и зарубежной эстрады в современных аранжировках и побывать на концерте, который справедливо окрестили парад звезд. Вокальный проект «Виво» состоит из людей, которые уже являются самостоятельными, состоявшимися творческими личностями, состоявшимися оперными певцами, которые с успехом выступали и в канадской опере, и в Японии, и на других мировых площадках, которые являются приглашенными солистами и некоторых российских театров. Идея объединить пять самостоятельных ярких личностей в один проект удалась. Вокальный проект «Виво» — это парад пяти солистов, и зритель, приходя на концерт, может насладиться как сольным пением, так и ансамблем. Совсем недавно, 10 февраля, в Лос-Анджелесе, Михаил Давыдов, один из солистов группы, получил премию Грэмми в категории «Лучшее хоровое исполнение». И у нас будет уникальная возможность одними из первых поздравить его с этой победой. Она так прекрасна, в объятия страсты, И наша любовь оживает вновь, эта страсть опасна. Ее поцелуи забыть не могу я, И каждую ночь этот сладкий сон нас улазит прочь. Итак, 13 апреля, 19 часов. Надеюсь, на встречу с вами в киноконцертном зале «Панорама» на замечательном супер-шоу, который готовит для нас вокальный проект «Виво». 16 мая нам посчастливится увидеть новую концертную версию знаменитой рок-оперы «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты. История любви и смерти мексиканского Робина Гуда. Но при всех новшествах Хакин сохранил главное. Он остался историей о борьбе любви и ненависти, ярости и боли, об извечной борьбе добра со злом. И, конечно же, в спектакле звучат все хиты из любимой рок-оперы. Автором либретто на сей раз выступил сам композитор, а его соавтором стал известный поэт и драматург Юлий Ким. А теперь немножко из истории. В 1975 году Рыбников написал музыку к первой в Советском Союзе рок-опере «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты, которую на основе драматической кантаты чиликсского поэта Пабло Неруды поставил на сцене театра Ленкома режиссер Марк Захаров. Главные роли исполняли Александр Абдулов и Николай Караченцев. В 1982 году был снят полнометражный фильм по рок-опере «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты. Несколько произведений к фильму записала рок-группа «Интеграл». Музыканты сыграли роль рейнджеров в экранизации рок-оперы. Таким образом, «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты стала первым русским мюзиклом, воплощенным в трех форматах – альбом, спектакль и кинофильм. Итак, 16 мая концертная версия рок-оперы «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты в исполнении актеров театра Алексея Рыбникова на сцене киноконцертного зала «Панорама». Не пропустите! Надеюсь на встречу! 18 мая в 18.30 на сцене киноконцертного зала «Панорама» один из лучших коллективов России – камерный оркестр Игоря Лермана с программой «Концерт на бис». Репертуар оркестра обширен – от Карелли и Вивальди до музыки современных композиторов. Множество интересных транскрипций выполняет для своего коллектива художественный руководитель и дирижер – основатель оркестра Игорь Лерман. По словам Юрия Башмета, оркестр играет на высочайшем профессиональном уровне, очень музыкально, ярко, с прекрасными оркестровками. А Елена Образцова после одного из выступлений с камерным оркестром Игоря Лермана сказала, «Это один из лучших коллективов, с которыми я пела». И, как мы уже говорили неоднократно, время быстротечно и не за горами новый концертный сезон. И у меня есть повод вас порадовать. Последние десятилетия такое понятие, как стресс, стало неотъемлемой частью нашей жизни. Специалисты рекомендуют ряд эффективных способов борьбы со стрессом. Один из них – музыкотерапия. Музыка действительно снимает стресс, пробуждает творческие способности и даже улучшает физическое состояние. Как известно, посещение концертов классической, джазовой, народной музыки говорит не только о хорошем вкусе и хорошем воспитании, но и является мощной энергетической подпиткой. И именно эти утверждения вошли в основу создания абонемента киноконцертного зала «Панорама будущего сезона» под названием «Музыкотерапия». Абонемент состоит из трех концертов. Концертные программы подготовили коллективы, которые являются одними из ведущих в своем направлении. Это камерный оркестр «Московская камерата» и вокалисты филармонического отделения «Москонцерта». Это оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича. Это национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова и заслуженная артистка России Лидия Музалева. До 1 сентября 2019 года стоимость абонемента составляет всего 1500 рублей. Спешите приобрести абонемент для себя и своих близких. Будьте здоровы и счастливы, и пусть хорошее настроение никогда не покидает вас в киноконцертном зале «Панорама». Более подробную информацию можно получить по телефону 300 033 и на сайте panoramadefistver.ru. До встречи в киноконцертном зале «Панорама». На экране киноконцертного зала «Панорама» фантастический блокбастер «Капитан Марвел». Мы нашли тебя, утратившей память, и сделали одной из нас, чтобы ты жила дольше и стала сильной. Совершенной ты возродилась. Фантастический блокбастер «Капитан Марвел» 7 марта в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Информация и билеты по телефону 300 033 и на сайте panoramadefistver.ru. Посмотрим. Да или нет? Простой вопрос. Да. Желаешь ли узнать, кто ты на самом деле? «Капитан Марвел». Супер-премьера. Драма «Балканский рубеж». С 21 марта на экране киноконцертного зала «Панорама». Знаешь, что для нас косово? Пусть видят, кто против них. Не пропустите супер-премьеру этой весны. Драма «Балканский рубеж» в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Информация и билеты на сайте panoramadefistver.ru и по телефону 300 033. Не уверен, что мы все вернемся домой. Идем до конца. Береги себя. Это война. Почему котлетки для бургеров в сети ресторанов «Чикенхаус» такие сочные и вкусные? Секрет в исключительном качестве фарша и технологии приготовления. К примеру, для приготовления мясных котлет используется фарш из бычков породы Абердин. Для приготовления котлет из говядины мы используем фарш мараморной говядины компании «Эмироторг». Добавляем натуральные специи, формуем определенного размера котлеты, замораживаем их в шоковой заморозке и затем жарим на высокотехнологичном оборудовании уже для приготовления готовых котлет. Температура готовности измеряется термощупом и уже формируется у нас сэндвич. А для приготовления куриных котлеток «Чикенхаус» использует корочку птицефабрики «Верхневолжская» – стандарта ГОСТ. Мы ее получаем, разделываем на бескостную корочку, доводим фарш до готовности натуральными специями. Котлетки замораживаются в шокере и жарятся на высокотехнологичном гриле. Фарш натуральный, специи натуральные, ну, котлетки мама дома приготовит. «Чикенхаус» – вкус нашего города. На сегодня это все. Смотрите Культфьюжн, будьте в курсе самых ярких событий культурной жизни и индустрии развлечений нашего города. И отдыхайте вместе с нами. Желаю вам солнечного весеннего настроения в любую погоду. До встречи!